Сегодня мы с вами приготовим, можем сказать, что это сырный салат, можем сказать, что это салат-гость на пороге, кто-то называет его еврейский салатик, ну в общем я не знаю, называйте как хотите. Для него нам понадобится яйцо, сыр, любой сыр, можно взять плавленый, можно взять твердый, какой угодно, какой у вас есть. Два яйца и чеснок, и также майонез, соль по вкусу, собственно и все. Это и является отличной намазкой на бутерброды, я вам покажу в конце видео, как подавать этот салат, чтобы он выглядел максимально вкусно и приятно для усложнения вашего вкуса. Сейчас уже нарезаю второе яйцо, смотрите, порезала я сначала вдоль, потом поперек, а потом вот так прихожусь ножом, по кусочкам. Если хотите, можете всю эту намазку взбить блендером, тогда будет, конечно, как крем, но мне больше нравится видеть кусочки того, что я кушаю. Делайте, как вам нравится, взбивайте или не взбивайте блендером. И вот так получается у меня. И отправляю все это в мисочку. Вот на такой тёрке я натирала сыр. Смотрите, какое количество сыра нам понадобится для нашего салата. У меня твердый сыр. И вот такое количество чеснока у нас пойдет в салатик. Много чеснока не нужно, потому что будет еще дерчить. А именно такое количество у меня два зубчика небольших. Небольших я их нарезала вдоль, потом поперек, а потом сверху вот так прихожусь ножом. Использую периодически чеснокодавилку, но она, что я не очень прям давит. Поэтому я вот так делаю. Мне так лучше, так удобнее. Такое количество майонеза я положила в наш салатик. Сейчас нам нужно посолить и перемешать. Все, салатик готов. Смотрите, сейчас я буду делать с вами вместе косты. Теперь будем с вами поджаривать багет. Я беру вот такое приспособление и чуть-чуть надавливаю. Это для того, чтобы багет внутри остался мягеньким, а снаружи появилась чуть-чуть такая порочка коричневая. Сейчас посмотрим. Чуть-чуть она уже появляется. Сейчас тоже вот так поддавливаем. И по этому принципу мы будем делать наши тосты. Напишите, как делаете вы. Вот так тоже переворачиваем. И тоже немножечко поддавливаем. Смотрите, что у нас уже получается. И тут тоже. Видите, уже поджаристый хлебушек. Он будет хрустеть, а внутри будет мягеньким. Вот смотрите, и так мы подаем наш салатик на кусочках поджаренного хлеба. Очень вкусно получается.